Привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Начинаем с закупки продуктов. Только что вернулись из города. В общем, опять ехала всю дорогу в легком недоумении, расстройстве, печали, общее состояние нервозности. Перечитывала 4 раза чек, не могла поверить своим глазам. Я говорю, насколько резко выросли цены. В общем, ладно, значит, купила бананы, я цены буду оставлять здесь на экране. Кстати, да, знаю, что многие живут на Дальнем Востоке, в Сибири, что цены у вас еще больше. Те, которые я буду называть, для вас кажутся тоже такими, ну, достаточно приемлемыми. Я просто сужу по нашим местным доходам, по нашим местным зарплатам. И действительно, существенная сумма, так же, как и у всех. Понятно, я знаю это, что у всех большая часть дохода уходит на продукты. В общем, ладно, опять меня понесло. Бананы, в общем, купили, 2 вязки, вязка для сени, вязка для сони, яблоки грани смит, упаковочка муки, огурцы, помидоры, нектарины. Хотела вообще купить персики, персики у нас продавались по 100 рублей, красивые, крупные, но как картошка деревянная. А нектаринки вроде неплохие. Нектаринки, по-моему, по 130. Гречка, значит, 2 баночки горошка, 3 упаковки яиц, баночка сметаны, 2 пакета, 2 коробки молока, соевый соус, шампунь у меня закончился. Я взяла вот такой, блин, шампунь, и тоже я достаточно давно в магазинах не покупала шампунь. Я все заказывала последние разы с Фаберлик, и я вообще просто обалдела. Те шампуни, которые всегда стоили по 200 рублей, уже стоят по 300 рублей, но что нет. В общем, купила вот такой гарнир фруктис, как-то тоже брала, только в зеленом упаковке, вроде нормальный он. А я вообще, да, у меня вообще просто закончился шампунь с Фаберлик, и я все не могу собраться заказать. Да и у меня нет времени сейчас ждать, пока придет заказ, у меня шампунь закончился. Я сегодня уже мыла голову вообще не своим. Далее я взяла вот такой вот вафельный хлеб, ну, по сути, хлебцы, те же самые, Сенька взял баранки. Макароны, макароны, сыр косичка обожаю, просто российский сыр, две шоколадки, горькая и какая-то такая, спагетти. Мясо свинины, я, кстати, извиняюсь, в последний раз, когда я снимала про заготовки, я все время говорила, вырезка, вырезка, да. Я, видимо, просто не знала, в чем разница. Я имею в виду, как это сказать, мякоть, да, без костей. Я поняла уже, что вырезка, это отдельная часть свиньи, я извиняюсь. Значит, мякоть, это мякоть, это кусочек на кости. Мне сегодня нужно замариновать шашлык, у нас либо выходные, либо на неделе будут гости, то есть это мясо куплено на шашлык. И, значит, здесь специи для мяса, для курицы, два пакетика арахиса соленого и упаковка майонеза. Все, вот такой вот набор продуктов, ни на какое время не куплено, ни на какое время не рассчитано, то есть, ну, как съесться, так съесться. И забрали, значит, еще заказ с Валберис, оформлял еще на прошлой неделе, но почему-то в этот раз как-то долго у меня шло. В общем, смотрите, здесь, в принципе, не столько много всего, но все самое необходимое. Я показывала неоднократно, какие мы берем бактерии, вот эти вот зеленый пакет отличные, а на Валберис на них очень выгодная цена, в магазине один такой пакетик стоит 120 или 130 рублей. Последний раз мы заказывали на Валберис вот такие упаковочки из двух штук в отдельном пакетике, и там, получается, стоимость была, слушаю, не помню какая, но тоже выгодная, дешевле, чем просто брать отдельно поштучно в магазине. А в этот раз я хотела снова заказать такие же, зашла и смотрю, вот такая вот огромная коробка, 24 пакета, по стоимости получается, ну, 1300 с чем-то стоит упаковка, то есть 50 с чем-то рублей за пакетик. Разница в два раза от стоимости, ну, в обычном магазине, поэтому, блин, жалко, конечно, было денег сразу же отдавать за всю коробку, но все равно, так скажем, это долгосрочная экономия, поэтому все-таки заказали вот эту упаковку, нам ее хватит на полгода, учитывая, что мы засыпаем по два пакета. То есть, кто засыпает по одному пакету, это, считайте, годовой запас. Единственное, что упаковка пришла вот в таком вот состоянии, ну, мне, в принципе, это не принципиально, мне там сразу девушка сказала, что вот в таком вот виде, я проверила все пакетики, все цело, я тоже все пересчитала, все на месте, поэтому не принципиально, что коробка мятая. Дальше из хостоваров заказывала еще вот такое вот жидкое мыло хозяйственное, честно сказать, ни разу не видела нигде жидкого хозяйственного мыла. А бывает, что в хозяйстве нужно именно хозяйственное мыло, но не хочется его натирать на терке, поэтому вот пусть будет такое жидкое. Оно стоит, по-моему, меньше 150 рублей за 1 литр 250 миллилитров. Но это я взяла самая дешевая, бывает вообще дорогущая, не знаю, почему там такая стоимость, но вот это я взяла самая недорогая. Ну и дальше это уже Сонина питание, постоянно мне все говорят, Даша заказывает каши на Валбересе, я заказываю, единственное, что не всегда получается вовремя отследить, что у меня закончилась какая-то каша, бывает оттягиваешь, бывает некогда заказать. В итоге сунешься, у тебя уже ребенка кормить нечем, и получается идешь, покупаешь в Магните где-нибудь, а там стоимость не такая приятная, как на Валбересе. В общем, заказали 2 коробки смеси, мы едим все еще двоечку, она идет до года, здесь это 2 большие упаковки, в каждой еще по 2 пакета, получается 4 упаковки. Цена получается тоже достаточно выгодная, если, например, в Магните по акции продают примерно по 250 рублей, здесь вышло 800 с чем-то, 850 как-то вот так вот за 2 коробки. Ну и остальное уже кашки, я уже говорила, что мы перепробовали всякие разные и остановились, ну, я имею в виду именно на таких из бюджетных линеек, да, я не говорю про хип, я не говорю про бэби, которые там по 300-400 рублей за коробку стоят, из обычных каш. Мне больше всего понравились хайнс и фрута няня, они лучше всего растворяются, и, ну, мне нравится их консистенция, в общем, остальные как-то нам не пришлись по вкусу. Значит, заказала кукурузную кашку безмолочную, мы ее еще ни разу не ели, будем пробовать в первый раз 2 упаковочки, и мне очень понравился вот такой формат каш, я последний раз брала тоже вот в такой мягкой упаковке, очень удобно, потому что в коробке пользоваться безумно неудобно, там просто обычный пакет без застежки, и его нужно, получается, куда-то эту кашу пересыпать, я специально покупала контейнеры, в те, которые у меня были контейнеры, досыпала, вообще безумно неудобно, а вот это вот формат очень классный. То есть, здесь зип застежка, и не нужно никакие контейнеры дополнительные не покупать, не составлять, все это нормально закрывается, ничего не просыплется, и меньше места занимает, чем, по-моему, в контейнерах. Значит, здесь у нас безмолочная мультизлаковая кашка, мы тоже такую еще ни разу не ели, потому я тоже, в общем, те каши, которые мы ни разу не ели, я беру сначала безмолочная. Гречневую молочную кашку мы едим, овсяная молочная кашка с персиком мы тоже уже такую едим, рисовая молочная кашка тоже такую едим, и овсяная каша с бананами и яблоком, до этого у нас была овсяная каша только с персиком. Но банан и яблоко мы едим пюре, да, фруктовое в чистом виде, которое я сама делаю, поэтому я думаю, что и кашу уже с бананом, с яблоком можно. Почему не делаю, девочки, кашу сама? Мне тут один раз написали гневный комментарий по поводу того, что вот, дети аллергики, печкают их такой безобразной каши, я не знаю, что бы вы нашли в ней в этой каше безобразного, это обычная детская каша, просто немного другой обработки, да, имеет более мелкую фракцию, измельчена, так сказать, в муку, в пыль, что в этой каше плохого, я вообще как-то не очень поняла. И я не считаю, что эта каша хуже той, которую можно приготовить дома самим из этой же крупы. Я скажу честно, у меня нет желания вставать с утра и варить кашу, мы с ребенком просыпаемся одновременно, и я хочу проснуться, расколупать свои глаза, навести кашку и накормить. Так как я ложусь очень поздно, я не хочу вставать еще специально за час до сониного просыпания для того, чтобы сварить ей кашу. Потом, конечно, да, я думаю, что мы эти кашки будем есть до года, может быть, и раньше закончим. Во-вторых, я пробовала готовить кашу сама, я пробовала измельчать в муку крупу, потом ее варить, я пробовала варить просто кашу, потом ее взбивать блендером, у меня Соня давится. В общем, такой вот небольшой заказ. Ты узнала свои кашки? Посмотрите, какой Сеня сделал танк. Бог танков. Бог танков. А это я. Угу. Какой страшненький. Долго сидел. Ну, наверное, час просидел, да, проделал? Да. Тем более сделал кресты, чтобы воскрешать легких танков и тяжеловесов. Здорово, молодец. Еще раз всем привет, мои хорошие. Продолжаю снимать тот же влог уже спустя 3 дня, по-моему. В общем, что могу рассказать? Вот только что вернулись Соня из поликлиники. Пришли у нас результаты анализов. Все как бы вроде и нормально. Инфекции никакой не нашли. Вирусов никаких не нашли. Все вроде бы неплохо. Сыпь у нас, кстати, тоже прошла. Помазались мы тут волшебным одним гелем. Походу была обыкновенная опотничка. Но, кстати, по результатам анализов все-таки нам второй раз говорят, что у нас повышенный аллергичный фон. Сдавать на какие-то отдельные аллергены сейчас не имеет смысла. И Сенька, когда был маленький, нам об этом говорили, что до 3 лет бесполезно сдавать на какие-то конкретные аллергены. Потому что результаты, как правильно сказать, ну, неправдивые, да, могут быть. Не точные, не четкие. В общем, не знаю, как сформулировать. Поэтому мы с Сеней тоже до 3 лет ждали для того, чтобы сдать уже на какие-то конкретные аллергены. А до 3 лет просто придерживались гипоаллергенной диеты. Также врач нам сказала не налегать на бананы. У нас Сонька очень любит бананы. Яблоко, она в чистом виде пюре яблочное. Они ест только, если мы его смешиваем с бананом. И по анализам у нас там уже вышло, что, в общем, создалась какая-то такая микрофлора, которая может поспособствовать развитию дисбактериоза. И нам врач сказал, что это из-за бананов. ЭКГ мы не так давно делали, Сене оказалось тоже все в порядке по ЭКГ. Но нас завтра запишут на УЗИ сердца. Съездим, сделаем УЗИ сердца. Потом сходим на консультацию к кардиологу. Потом вам уже расскажу, какие результаты. Сенька у меня с утра самого ушел гулять. Мы вообще-то должны были все вместе идти в поликлинику. Но он забыл одеть часы. Кстати, на счет часов все мы настроили, все активировали. Поэтому, кому интересно, могу показать сегодня поближе. Вообще классная штука, очень удобная. Особенно для тех, у кого маленькие детки, дошкольного возраста. Если вы тоже, например, живете в каком-то поселке, у вас дети, к примеру, на улице ходят гулять одни. Для тех, у кого маленькие первоклассники, второклассники, вообще классная вещь. Можно через приложение отслеживать точку нахождения своего ребенка прям по карте. На какой улице, в каком доме можно посмотреть всю историю его передвижений. Можно ему позвонить на часы, может он вам позвонить. Можно включить прослушку и послушать все, что происходит вокруг него, о чем он говорит, с кем. Ну, это может быть не очень, конечно, корректно. Но я считаю, что функция полезная, да, мало ли что. И, насколько я знаю, у более дорогих моделей этих часов есть встроенные фото-видеокамеры. И можно прям даже удаленно, да, у себя с телефона запросить снимок с часов, чтобы часы сфотографировали, что находится внутри, где, чтобы понять, где находится ребенок, если какие-то сбои. В общем, классная, классная вещь. Стоят они довольно-таки недорого. Мы покупали на Валберис за полторы тысячи рублей, но они того стоят. У них, правда, к приложению платная подписка. Но, учитывая то, что мы покупали их на Валберис, Валберис дает бесплатный пожизненный активационный код, что вообще очень круто. Были, конечно, проблемы с подключением. Илюша целую неделю штудировал службу поддержки. Но все-таки мы его подключили. Теперь ничего платить не нужно. Так, подписка, по-моему, стоит не очень дешево. Но вот Валберис дает бесплатную пожизненную подписку. Это очень классно. Полностью открывается весь функционал бесплатно. Также вчера у нас случилось неприятнейшее событие. У нас сломался новый холодильник, который не простоял, наверное, еще даже двух месяцев. В общем, перестал морозить. Я вчера сунулась в морозилку. Мне нужно было достать кое-какие овощи. Смотрю, а у меня там все плавает. Просто все разморозилось. Ягоды, которые стоят недешево, там собираешь по копеечке, чтобы наготовить этих ягод на зиму, у меня просто все разморозилось. Я, конечно, переложила все в свой старый морозильник. С ноги туда упихала, потому что у меня было заполнено, считайте, две морозилки. Теперь мне нужно было все переложить в одну. Все туда еле как упихала. Часть пришлось выбросить каких-то таких овощей. Там бульоны куриные, например, потому что у меня вообще не вошли. И холодильник пришлось освобождать, потому что будем вызывать мастера, будет смотреть. Не знаю, в общем, что там сломалось. Цвет в холодильнике есть, но морозить он не морозит. И, честно сказать, вчера я задумалась о том, что как-то вообще этот год начался у нас неправильно. Никогда такого не бывало, чтобы у нас пачками ломалась спотовая техника. В этом году это что-то. Я уже не говорю про то, что в этом году у нас Илюша почему-то бесперестанно болеет, хотя он вообще у нас обычно не болеет никогда. В этом году на него просто что-то нападает. У него одно за другим что-то постоянно происходит. И такая же ерунда у нас с техникой. Никогда у нас техника до этого года не ломалась. Не было такого. В этом году, девочки, я даже составила список, потому что мне самой стало интересно. За эти полгода у нас сначала началось все с мультиварки. Сломалась мультиварка, мы ее починили по гарантии. После нее сломалась стиральная машинка. Мы ее починили по гарантии. После нее у меня разбилась экшн-камера. Потом у меня поломался кольцевой свет. Ладно, Илюша мне его починил. Потом Сеня доломал мой телефон, перестал заряжаться. Потом у меня сломался в прошлом месяце электрогриль. В этом месяце я обнаружила, что у меня сломался блендер. Перестал работать вот с этой вот чашей. То есть у меня погружной блендер. Отдельно он работает. Но как только его вставляешь в эту чашу, да, в измельчитель, он с измельчителем не работает. Что-то там у него, в общем, сломалось. Два дня назад у меня сломался принтер. И вчера сломался холодильник. Вы вообще представляете? Я не понимаю, что происходит. Что будет дальше? Впереди еще целых полгода. Это никогда у нас такого не было. Если бы можно было, знаете, списать как-то на то, что там у нас плохая бытовая техника, дешевая. Ну нет, блин, у нас нормальная техника. Все, что было дешевого там из всего этого, это мультиварка, да. Я не спорю, там бюджетная моделька. Но все остальное приличное. Этот же холодильник, ну вообще непонятно. У нас два одинаковых холодильников. Один из них стоит, работает полтора года. Второй вот два месяца не отстоял. Причем, что это Бируса. Бируса, Атлант, это холодильники, которые славятся своей надежностью, что они работают по 10, по 15 лет. Несвойственно им ломаться, тем более на таком сроке. В общем, не знаю, что будет дальше. Вчера я полдня занималась разбором морозилки, мыла все контейнеры. Думала, вдруг они будут его забирать. Но мы его покупали в сетелинке, в интернет-магазине. И я так понимаю, что они его забирать не собираются. Сказали вызывать мастера из сертифицированной сервисной службы. Если он сможет починить его на месте, он его починит. Если не сможет, он составит такт. И уже с этим актом нужно будет обратиться в магазин. Я так понимаю, что тогда они вернут деньги. Либо заменят нам его на другой. Я не знаю, в общем, что. Ладно, в общем, сходили мы после поликлиники. Еще с Сони на почту зашли. И у меня там пришло две посылки. Одна с Василька. И одна посылочка наконец-то с Китая дошла. Я заказывала Сони на коленнике. Не могу сказать, что мы сейчас уже в них так нуждаемся. Хотя, в принципе, почему нет? Чтобы коленочкам не больно было. В общем, такие, ну, классные. Слушайте, прикольные мне понравились. И качество такое неплохое. Никакого запаха нет. Хорошо были упакованы детские носочки. Неплохие. Можно было, наверное, даже парочку заказать. Прям качество классное. Стоили они, по-моему, недорого. 200, может быть, чем-то рублей. Ну, в общем, классненькие такие. С такими, вот видите, еще пупырочками резиновыми, чтобы не скользили. Ну что, давайте быстренько покажу, что заказала с Василька. У меня здесь немного. Первое, это вот такое вот легкое одеяло летнее, бамбуковое. Я из этой серии заказывала подушки, они нам понравились. И решила из этой же серии заказать летнее одеяло. Мы вообще, честно сказать, еще до практически весь июнь спали под зимним одеялом. И когда уже наконец-то поняли, что там капец как жарко, я вообще одеяло убрала. Но я не могу спать без одеяла, девочки. Я не знаю, почему. Я вообще, ну, привыкла спать под одеялом. Мне надо чувствовать, что на мне что-то тяжелое есть. Никогда, честно сказать, не спала под летним одеялом, но я думаю, что это все равно лучше, чем под пододеяльником. Одеялка такая приятная и достаточно тоненькая. Да, классно, мне кажется, будет сейчас летом спать. Я взяла размер 200 на 220, хлопок 100% чехол и наполнитель бамбуковое волокно. Стоит оно, конечно, не очень бюджетно для летнего одеяла, но это все-таки наполнитель не синтапоновый, поэтому и качество хорошее. Я думаю, что оно того стоит 2448 рублей. Это не самое дорогое летнее одеяло, там были гораздо-гораздо дороже. Я взяла такой средней ценовой категории. Ну, мне кажется, здесь идеальное сочетание цена-качество. Я думаю, что прослужит нам одеялка долго. Далее я заказала для Илюши шорты. Вот такие вот. Вот, и, слушайте, такая ткань непонятная какая-то. Это не хлопок такой, знаете, как у футболок в обычном понимании. Последние шорты я ему заказывала, там было просто потрясающее качество. Он ходит в них уже год, по-моему, и дома носит, и на улицу носит. Тут ничего с ними не делается, и там совсем другое, конечно, качество. Сколько прослужат эти, я не знаю. Это какая-то более облегченная версия, такая ткань немного прозрачная. Здесь даже не то, что прозрачная ткань, а какое-то такое крупное плетение. И, ну, мне кажется, они будут зато проветриваться. В общем, не знаю. Стоили эти шорты 526 рублей. И я взяла их две штуки. Одни вот в таком вот синем цвете, и одни точно такие же в сером цвете. Ну, мне кажется, в сером цвете прикольнее даже. Что те, что другие, по 526 рублей. Далее я заказала для папы вот такую вот футболку. Хлопок 100%. Я думаю, что ему и принт понравится. Вообще, конечно, мне ему хотелось побольше футболок на лето заказать. Но все не подходили, знаете, какие-то изображения. То череп, то что. Ну, у меня папа взрослый мужчина солидный как-то, ну, в таких футболках. Эта футболка, в принципе, тоже с не очень солидным принтом. Но, мне кажется, на лето прикольно. И цвет хороший, и качество хорошее. Для папы я взяла 52 размер. Стоила она 280 рублей всего. Мне кажется, на лето таскать вообще самое то. Также для папы заказала еще вот такую вот футболку. Обычную, стандартную, без каких-либо рисунков. В таком красивом бордовом цвете. Тоже 52 размер. Тоже очень приятная, мягкая ткань. 308 рублей она стоит. Она без принта, но даже дороже. Но, мне кажется, она по качеству получше. И еще одна футболка для папы. Вот такая вот. Ну, это были такие дизайны. Единственные, которые я посчитала, что более-менее подойдут к его возрасту. Вообще, под его вкус. Ну, в общем, вот такая вот голубенькая с буковками. Футболочка. Качество аналогичное. Тоже 52 размер. Тоже стоит 280 рублей. Я как раз, наверное, в следующий месяц собираюсь отправить домой посылку. Пора частителей маме отправить. Ну, и футболки заодно для папы положу. А, вот еще одна. Видите, обманула. У меня папа вообще заядлый рыбак. И он, насколько я знаю, всю жизнь хотел бы заниматься охотой. Ну, так получилось, что не охотится. Но я вот увидела такую футболку. С рыбалкой не было, но взяла с охотой. По-моему, такой очень прикольный рисунок. Знаете, напоминает карикатуру, да? Из какой-нибудь газеты со сканвордами. Прикольная. Тоже 52 размер. И по стоимости эта футболка 455 рублей. По качеству вроде бы она абсолютно такая же, как и предыдущие. Не знаю. Еще я заказала очень-очень просто наикрутейшую кофту для Сени. Супер теплую на зиму. Мне кажется, вообще ему понравится. Посмотрите, какая классная с капюшоном. Она такая теплая. Она такая плотная. Просто невероятно. Манжеты на рукавах, манжеты снизу, спереди. Вот такой вот карман. И мне, слушайте, очень нравится, что капюшон выполнен в двух цветах, да? С наружной стороны он в цвет кофты серый. С внутренней стороны он такой красивый бордовый. Винный цвет классный. Мне кажется, Сенька вообще доволен будет. В общем, обязательно сейчас придется прогулки. Мы его заставим померить. Так. Красавчик. Ну, как и пешончик сними. Тебе нравится? Я, говорит, в этой кофте как подросток. Так ты и так уже взрослый. Красивая кофта. Да? Красивая, да? Толстовка для мальчика стоит 702 рубля. Я, кстати, взяла в этот рост. Рост уже на 10 лет. Потому что в последний рост я брала 134 сантиметра. На 9-летнего ребенка. У нас Сене 7 еще. И ему уже было только-только. Сейчас я взяла ростовку 140. Покажу вам, как будет смотреться. Себе в этот раз ничего не брала. Все для своих любимых только. И для Сони. Посмотрите, какую я заказала классную курточку. Это такая курточка плащ или пальтишка джинсовая. Джинса классная. Она, конечно, не такая толстая, как, знаете, раньше джинсы были, которые не тянутся. Эта джинса в составе имеет какие-то тянущиеся волокна, да, резинку. Но она очень крутая. Посмотрите, как все суперски просто прошито. Очень-очень красивая куртка. Мне кажется, с Соникой в ней будет просто красотка. Карман здесь обманочки. И пуговок никаких нет. Только вот эти вот две застежки. Ну, вообще классно. Мне понравилось. Вообще на Соню, честно сказать, на Васильке не особо много. Можно что-то сейчас выбрать. С ползунками, распашонками мы не пользуемся. Ну, а вот уже какая-то такая одежда в основном идет на годовалых детей. Уже там с одного года и выше. Вот это вот пальто джинсовое для девочек. Оно идет ростовкой 80 сантиметров. В принципе, нам уже подходит. То есть на 80 сантиметров можно нам вполне брать. Стоит 850 рублей. Я считаю, что для такой куртки это совсем-совсем недорого. Учитывая, что, к примеру, в детском мире там обычные домашние трикотажные костюмчики по тысяче, да, продаются и все покупаем. Никуда не денешься. Тут как бы за 850 рублей куртка. В общем, такой вот был заказ. Все, что я найду, я ссылки оставлю в описании. Также напоминаю, что у Василька есть инстаграм. Я вам тоже ссылочку оставлю в описании. Там можно будет зайти посмотреть какие-то новинки. Ай, какая красивая Соня. Ну что, наступило время готовки. Мне сегодня не нужно готовить ужин. У меня остался со вчерашнего дня. Поэтому я решила приготовить что-нибудь вкусненькое. Не пропадает же время, не зря. Знаете, что мне пришло в голову? Давайте приготовим сегодня печенье. Слушайте, у меня очень, прямо безумно простой рецепт. Справится даже ребенок. И печенье безумно вкусное. Нужно вообще, посмотрите, минимум ингредиентов. И печенье получается по вкусу, знаете, как молочные коржики из столовой. Суперское, очень классное, очень простое, очень быстро. Нам понадобится 400 г муки. 2 третих стакана сахара. 100 мл молока. Чайная ложка буквально ванильного сахара. 100 г сливочного масла. Оно должно быть такой комнатной температуры, мягкое. Щепотка соли, яйцо. И 2 чайные ложки разрыхлителя. Все. Безумно бюджетное печенье, но при этом такое вкусное, что вот приготовите один раз и больше не будете брать магазинное 100%. Первым делом я беру 100 г сливочного масла. Оно уже такое немножечко подтаяло, мягкое. И добавляю к нему сахар. Все это хорошенечко перетираем до однородной массы. Добавляю 100 г яйцо, щепоточку соли, 1 чайную ложку ванильного сахара. Вливаю 100 мл молока. И снова все перемешиваю. Ну а теперь сюда нужно просеять 400 г муки. Сюда потом добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и замешиваем тесто. Муки может потребоваться чуть больше или чуть меньше, потому что мука разная. Поэтому смотрите, тесто должно быть очень мягкое и слегка-слегка липнуть к рукам. Раскатываю все тесто в пласт толщиной примерно 1 см. Сразу же делаю это на силиконовом коврике. Он у меня страшненький, конечно, но да ладно, все свои. Вырезаю печенье круглой формы. В принципе, можно просто нарезать его на квадратики или на ромбики. Убираю все излишки, снова их сминаю, снова раскатываю и из остаточков снова делаю печенье. Выпекаю при температуре 180 градусов 20 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok